День студента На сегодняшнюю нашу передачу мы пригласили молодого кинокомпозитора И просто хорошего человека, выпускника теоретического отделения Антона Якшибаева Антон, привет! Привет, что-то слишком много регалий, по-моему, не находите? Как дела? Прекрасно, прекрасно, как еще, может быть, в этот прекрасный вечер? Да Сквозь новогодние события, предстоящие Пока ничего не ощущаю Откуда ты к нам сейчас? Откуда? Да Ну, сегодня у меня ничего не было еще, но будет, предстоит Антон, расскажи нам, пожалуйста, вообще о своей творческой жизни Как она началась? Началась довольно давно, надо сказать Но, наверное, чуть позже, чем у остальных музыкантов, скажем так То есть мне было лет, наверное, 16 То есть это было 16 лет назад Вот Я тогда увлекся общей музыкой Но я, правда, не занимался никакой музыкальной школой Просто слушал любимую музыку? Ну да, то есть у меня был инструмент гитары Я как-то сам ее освоил, слушал, на слух что-то подбирал Вот, как-то так А как попал этот В наше музыкальное училище? Ну, это бы намного позже Я решил, что я должен посвятить себя своей страсти, так сказать Вот И когда увлекся музыкой для кино И начал делать что-то подобное То есть сочинять в том же духе То есть оркестр и так далее Ну, и тут я понял, что знаний моих мне не хватает Вот именно своих, да То есть потому что я до этого играл в группах Там что-то еще То есть этого было вполне достаточно Вот, а тут Именно музыкальная грамота нужна Да, то есть Потому что это такая вот наука, да То есть нужно музыку как бы с разных сторон Познать, охватить, да А как ты понял, что вот прям хочешь стать каким-то таким композитором? Ну, мне вообще как бы интересно То есть я, во-первых, наверное, мыслю образно, да То есть картинками какими-то И я вижу, то есть видеоряды У меня сразу что-то складывается там, может, в голове То есть и... Фильм, все Рождается какое-то произведение сразу же Ну, не сказал бы, что хотя бы По-разному было То есть ты уже прям склонялся к этому Что станешь кинокомпозитором Вот когда ты был, наверное, на четвертом курсе, да? Ну, на самом деле я пошел-то в училище Именно вот с этой целью А, то есть с этой целью? Потому что, да, именно теоретическое отделение Потому что... Там это присутствует Как мне сообщили Это наиболее полезное отделение для того, чтобы сочетать музыку То есть, как правило, композиторами становятся выпускники теоретического отделения То есть это, конечно, не обязательно Но практика такая, в общем-то То есть у тебя сейчас по профессии идет как кинокомпозитор? Ну, наверное, да То есть ты, наверное... У вас своя студия А где она находится? Ну, она здесь у нас, в Чебоксарах Находится в северо-западном районе Вот, ну, это не совсем моя студия То есть мы с одним... Общая? Любой? С одним, да, там, товарищем Он занимается тоже музыкой Он тоже выпускник музыкального училища По классу Баян Вот, и он, в общем-то, занимается видео Режиссер Профессионально снимает и клипы И разные видеоролики Вот, и у него как бы студия Мы с ним так и занимаемся, в общем-то А первый твой опыт Вот именно связанное с кино Когда ты там сочинял музыку Что это было? Какое произведение? Не знаю, какой фильм? Ну, художество, наверное Ну, давайте не будем ворошить такое прошлое Ну, как бы так, первые потуги, скажем Не совсем, может быть, удачные Ну, первый... Ну, хотя бы что-то Сложно Комом, а второй уж точно получится Ну, из первых я, наверное, буду считать Таким самым... Волнительным Да, волнительным Самым таким Это вот... Потому что первое Все сложно История великого народа Фильм, который документальный Который мы сделали Три года назад Вот Расскажи что-нибудь о нем Документальный фильм О истории чувашского народа Как несложно догадаться Вот Режиссером вот выступил как раз Юрий Сергеев Который вот Мой товарищ С которым мы работаем в студии Вот Пришли к мысли Что нам нужно создать Горитет Да, вот Откуда такие высли Откуда идеи? Почему? Идеи у кого? У него или у меня? Ну, я не знаю Как вы работали? Вот Сам процесс Ну, во-первых Идея-то возникла у них Как бы, да То есть То есть Музыком, режиссером Композитором Композитором Ну, музыки Да Сочинять там более Смотреть Как, куда Оставить, да Ну, да То есть Музыка Как и для кино Вообще делать То есть У тебя есть видеоряд И ты То есть Тебе говорят Допустим Вот здесь должна быть Музыка такая Вот по характеру Допустим Здесь вот такой-то момент Здесь, допустим Режиссер хочет что-то сказать Здесь, допустим Какая-то мысль проходит Завалированная То есть Возможно Нужно как-то это музыкально Тоже выразить Ну Это скорее больше Относится к художественным фильмам Да Если документальный То это немножко Все равно другое Но тут требовалась То есть Такая вот История чувашского народа То есть Такая Великого народа То есть Такая музыка должна Эпичная Скажем Составило труда Подумать Надо вот Надо Много думать Не, на самом деле Пошло легко Надо сказать И я В общем-то Закончил за две недели Да ладно Есть саундтрек Но там на самом деле Не очень-то много было Потому что фильм сам по себе Там минут 45 По-моему Да Сейчас Ну Ну где-то так Вот И музыки Там естественно Не постоянно Там музыка звучит Поэтому Присутствует Да Но все равно То есть Потрудиться Конечно пришлось Но Тема как-то Вот это вот Меня зацепило И я сразу Так это Сел Я помню Что Находился в музыкальном училище Пару Тема Там вот прям В перемене буквально За инструментом Сел Так Ага Вот Пойдет Вот это то Что надо То есть музыку Сочинил сам Ну да То есть Все получилось Естественно Кто еще за меня Сочинил Если меня попросили Написать То В общем-то И я должен Этим и заниматься То есть Как бы ты И работаешь А ты не учишься Сейчас еще Нет Хватит уже учиться Да Хватит учиться Зачем Если уже заговорили Об этом фильме Давайте посмотрим Этот трейлер Ну давайте Давайте Они не покорились Врагам Волжские булгары Вынуждены были Отступить Их боевые отряды Уходили вглубь Своей страны Где постоянно Происходили Стычки с монголами Булгары Оказались Единственным народом Который победил Монгольскую армию И остановил Их нашествие На Европе Их нашествие Их нашествие Их нашествую Их нашествие Взрыв МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уходили, называя себя Чуваши. История великого народа. Трейлер. Да, хороший трейлер. Много спецэффектов. Есть там шумовые спецэффекты, которые нужно были дополнить. Вот это все. То есть музыка была сложна для вас или вроде нет? Ну, я говорю, она пошла довольно легко. На самом деле, сменяется музыка довольно быстро, если в это вникнуть. Прочувствовать. Да, прочувствовать. То есть уловить сразу мысль, допустим, вдохновиться этим. То это, в принципе, идет довольно быстро, потому что... То есть ты сначала сочиняешь инструментом. То есть я это делаю за фортепиан, допустим. Вот. И это, ну, композицию там двухминутную, в принципе, можно написать там, ну, за несколько часов, да? То есть, ну, смотря какой сложности, да? То есть если какая-то более сложная, то, естественно, это занимает больше времени. Вот. Но тут еще, кроме же самого сочинительства, есть еще, то есть оркестровка, да? То есть какой-то оркестр, то есть это нужно раскладывать на весь оркестр. То есть там довольно много инструментов, и это занимает довольно... Много. Да, значительное количество времени. Например, вот когда вы уже сделали этот клип, трейлер, вы уже, наверное, где-то его показали, да? Вот этот? Да. То есть уже где-то все есть? Три года назад, да, сначала. И был это в кинотеатрах показан, насколько я помню, в Олжском. Я там был, естественно. Вот. Показывали какое-то определенное количество времени, около двух недель, по-моему. Ну, вот. Довольно интересно наблюдать это с большого экрана, то есть слушать то, что ты насочинял. Ну, как можно. А какие были после этого фильма работы ваши более-таки крупные? Ну, вообще? Более крупные, да. Нет, вообще, как бы, мы занимаемся в студии написанием там разной музыки, да? То есть и какие-то песни, и поп-песни, и рэп, и рок. Ну, ближе ко мне вот именно симфоническая музыка или рок-музыка, да? Вот. Делаем песни, какие-то аржировки, гимны там корпоративные, например. Например, недавно как раз сделал я гимн для боскетбольной команды ЧГУ «Атланта». Вот. А именно из кино, из кино, наверное, вот я вот сейчас закончил два фильма сразу, вот это полтора месяца, было два еще документальных фильма. Это про Максимова Кошкинского, да, то есть основателя чувашского кинематографа. Такая вот, то есть художественно-документальный фильм, то есть он документальный, но с элементами, то есть именно вот художественного представления. И эта история меня тоже очень отцепила, потому что она такая вот личная, какая-то несколько психологическая, да, вот. И другой фильм – это про чувашский язык, то есть это вот в духе вот истории великого народа про язык, откуда он пошел, проблематика и прочее, вот. Тут уже опять все эпично, все, в общем, гремит, грохочет. А когда мы его можем увидеть, эти два фильма? Я вот, честно говоря, пока не уверен, когда. Когда не уверен. Да, не могу сказать. Уважен. Ну, думаю, где-то, наверное, в январе, может быть, около того. При создании фильмов, наверное, это было сложно. Музыку там, ваша команда вся собиралась. Это сложно это все делать, поэтому. Ну, то есть, ну, музыка, как бы, работать – это одно, а, например, какой-то еще параллельно вы чем-то занимались? То есть… Параллельно? Там помогали кому-то или что-то? Параллельно именно в кино. Да. Что? Нет, занимался только музыкой. То есть, там есть много всяких людей, которые отвечают за какую-то определенную часть. То есть, как бы, вы входите в состав музыки, ну, пишешь музыку. Да, ну, то есть… А еще что есть? То есть, музыка… То есть, ты хочешь спросить, чем он занимается еще? Да, еще. Да, ну, то есть… Нет, вот именно в кино. Нет. А есть вообще какие-нибудь еще профессии, типа, как бы, у вас там? То есть, там, наверное, операторская. Что-нибудь? Да. Какое-нибудь? Лично я, который занимаюсь. Нет, я только музыкой. То есть, только пишешь музыку для чего-нибудь? Ну, да. Ну, потому что… Нет, интересно, конечно, может быть, там, что-то снимать, да, попробовать. Ну, это… Пока не твое. Не заниматься же этим профессионально, если ты этим не занимаешься. Ну, да. То есть, если уж делать что-то… Ну, со своей стороны, правильно, если он музыку хорошо чувствует, то зачем ему что-то другое нужно? Ну, да. Ну, у меня уже все понятно. То есть, ну, более-менее, как бы, понятно. Это 100%. Я очень рад. Да. А, забыли чуть-чуть про музыку. Что ты делаешь в свободное время? В свободное время? Есть ли оно вообще? Да. Да, бывает. Я вообще еще занимаюсь… Ну, так что сложилось, что я закончил факультет на основном языке в свое время. То есть, я владею английским и… Свободно? Ну, да. Свободно. Вот. И я занимаюсь, как бы, этим тоже. Потому что мне это тоже интересно. Я не хочу забывать язык. Ты преподаешь? Да. Ну, то есть, несколько часов там в неделю буквально. То есть, не постоянно, естественно. То есть, как курсы? Ну, да, что-то вроде того. Ну, вот, когда ты думал, к примеру, уже пойти на кинорежиссера? Ну, кинокомпозитора. Неправильно сказать. Да, кинокомпозитора. Да, кинокомпозитор совсем другой. Вот. Ты, наверное, думал там… Вообще, я не понимаю, ну, как ты дошел до этого? Вот ты, получается, с первого курса уже знал, куда ты пойдешь. Ты хочешь сказать, получается… Я пошел в училище именно с этой целью, чтобы… Он уже в зрелом возрасте поступил. Ну, да, да, да. То есть, меня сподвигло, наверное, то, что я, помню, посмотрел один клип одних людей. Это была такая, скажем так, называется это неоклассическая музыка, да? То есть, она как в духе классической, но она звучит по-современному, да? То есть, в современных… То есть, следует современным, как бы, тенденциям, да, скажем так, вот. Это пианисты велончились, да, то есть, они делали клип, то есть, и они подключили там много всяких вещей, использовали в этом, в своем музыке, да, то есть, какие-то эффекты, то есть, они что-то записывали дополнительно, то есть, и, там, допустим, несколько, то есть, около ста, наверное, различных дорог, как они сказали, да, то есть, с разными звуками, созданными только вот этим. Ну, двумя инструментами, и здесь я понял, насколько музыка может быть, то есть, обширно, то есть, это может быть, то есть, это может быть какая-то народная музыка, это может быть джаз, хип-хоп, то есть, это может сочетание, но я вот люблю сочетать, например, симфоническую музыку и какие-то электронные элементы, рок-элементы, то есть, это… То есть, как я поняла, ты обращался к народной музыке тоже. Как ты вообще относишься к чуарской народной музыке? Я очень положительно отношусь к чувашской музыке, потому что это такая вот мелодика, то есть красивая и... Разные петоники? Да, да, да. Ну, естественно, и профессиональная музыка, то есть именно композиторов классических чувашских 20-го века. То есть просто великолепная музыка, есть что почерпнуть, что взять. И, естественно, это работа вот с этими фильмами, да, вот про чувашский язык, да, который называется фильм «Наследие». Мы решили, что мы будем использовать реальные три чувашские мелодии в этом фильме. То есть мы их возьмем за основу, как бы, да, то есть они будут лейтмотивом проходить через весь фильм. То есть где-то в разных настроениях, ну, по-разному, да, смотря, что требуется сказать в определенной сцене, ну и так далее. Вот. А другой фильм про Максима Кошкинского, мы там не брали, естественно, народную мелодию, но я, в общем-то, сочинял в этом духе, в чувашском, да, то есть пентатоника, пять звуков, да, в ладу. Ну, вот, поэтому это, как бы, отпечаток откладывает, и, в принципе, даже если я не буду писать именно чувашскую музыку, может быть, я какую-то писать буду другую, например, да, то есть это, в принципе, все может использоваться спокойно. Вот, поэтому это очень интересный опыт, и я вообще очень люблю изучать, как бы, именно народную музыку, не обязательно, даже чувашскую, может быть, какую-то еще. А были вообще, ну, да, а были вообще варианты, ну, кроме, как, кинокомпозитора, там, другие профессии, ты не думал? Нет. Нет, наверное? Наверное. Не, ну, или мечта какая-то была? Мечта? Ну, давайте будем сейчас вспоминать, кем я хотел быть, когда я был 12, или там, космонавтами-то все, наверное, хотели быть, я думаю. Ну, когда-то я, знаете ли, хотел быть и водителем троллейбуса, ну, это дела давно минувших дней, да, предание истории. Да, мы знаем, что ты создал молодежный оркестр. Ну, не совсем я, то есть мы вместе с моим другом, товарищем, музыкантом, он виолончелист, мы, с чего все это пошло? То есть я обнаружил, что у нас есть такое заведение, как камерный театр, да, то есть вот недалеко. Сходил туда, узнал, что да как, что, может быть, что-то требуется, вот, и там предложили сделать концерт, допустим, часа на полтора. Антон, давай об этом мы поговорим во второй части нашей программы, а сейчас мы идем на короткую рекламу, не переключайтесь. И вновь с вами Музыкальное училище имени Федора Павлова, и в эфире у нас сегодня Антон Екшибаев. Еще раз привет. Антон, расскажи нам все-таки об этом оркестре. Как история, в общем, сложилась, да, я уже начал тут говорить про своего друга и товарища, виолончелиста, который мне с этим вот, как бы, это... Помог. Да, помог, вот, началось с того, что вот я сходил в камерный театр, да, узнал, что там им нужно, что не нужно, мы не предложили, то есть сделать какой-то концерт, а у меня, как бы, играть-то некому, да, я подумал, почему бы и нет, то есть я нашел, я запомнил, точнее, что у меня вот в ВКонтакте, то есть был такой вот товарищ, который я лично не знал, но я помнил, что у меня был кто-то с фотографией, с виолончели вместе на аватаре, да? И надо ему написать. Я ему написал, говорю, вот есть такая идея, такой, да, вообще супер, отлично, а он работает как раз тут в филармонии, в капелле, и он, то есть, нашел там каких-то музыкантов, мы сделали концерт, то есть я расписал всю свою музыку, потом мы еще добавили какие-то другие произведения из фильмов, скажем, известных, то есть, например, там какие-то голливудские фильмы, вот, и, ну, так, в общем-то, все пошло, завертелось. А сколько человек было в этом оркестре? Ну, там варьируется по-разному от 10 до 15, то есть кто как может, когда может и так далее, и кто нужен на данное мероприятие, скажем так. Да, у меня есть такое видео, ну, клип твой. Да? Да. Откуда же он интересен? Вот, что ты хотел донести-то все-таки через этих музыкантов в этой песне, вот, во всем в этом клипе? Ну, музыка, это, скажем так, она трейлерная, да, то есть, трейлер, это вы сами представляете, да, что такое, то есть, для рекламы фильма, скажем, да, то есть, где там все гремит, то есть, все так звучит мощно и так далее. Вот, назвал ее композицию на латинском, перас-перадастра, но, что в переводе означает «через тернии к звездам», то есть, это когда ты стремишься к чему-то, да, ну, все понимают, наверное, смысл этой фразы. Вот, и, вот, и как раз вот именно в этой музыке, то есть, сочетание электронного, симфонического, вот, я пригласил также студентку училища в качестве вокалистки, то есть, там звучит вокальная партия, вот, и она как раз немножечко так в таком вот народном этническом духе, то есть, не в явном, но там есть такой вот налет, скажем. – Трудно было? – Да нет, не сказал бы, вот она просто пошла вот как-то. – Надо же было это все найти, аппаратуру, там, место найти, вы же какое-то место для съемок. – Да, кстати, как искал место для съемок. – Да, помог как раз вот Юра Сергеев, мой товарищ режиссер. – И где снимался этот трейлер? – А мы снимали его в разных местах, то есть, где-то в Щебоктарах, есть также мост рядом с Канашом, тот старый заброшенный железнодорожный мост, который уже давно не функционирует, вот, мы снимали там, вот. Ну, клип, скорее, больше он для того, чтобы себя показать, да, то есть, что мы вот есть, да. В принципе, особо таких художественных каких-то целей не ставили, наверное, но мне кажется, результат был неплохой. – Сколько заняло этот, ну, клип, вот эта подготовка к этому? – Ну, снимали мы, ну, снимали мы несколько дней, там, если в общей сложности брать, там, дня три, вот. А вся основная работа – это как раз вот монтажная и так далее. Вот это уже время занимает побольше. – Слушайте, мне кажется, это самое время, чтобы посмотреть этот трейлер. – Да, давайте. – Давайте же посмотрим этот трейлер. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА